привет всем итак сегодня у нас 23 марта 2024 года 4 тур первенства чемпионата уральского федерального округа закончился явным играл белыми против молодого мастера из челябинска ярик ремезов на аэропорт опыни выполнил гроссмейстерский балл я думаю что гроссмейстером он станет достаточно быстро партии я готовился много долго тут потому что ярослав играет самые разные дебюты надо было выбрать куда пойти но вроде бы мне повезло значит после t4 d5 c4 e6 возникла типичная карлсбадская позиция и ярик здесь играл против сергея волкова в кондомансийске в быстрой шахматы вот эту линию ну смотреть я ее даже и не смотрел то есть я считал что если ярик пойдет сюда то это мне повезло почему но объективно позиция равная даже это после е3 скажем черные могут разменять лопольных слонов или сыграть ну допустим коль бдс совершенно не вижу слабых мест позиции черных примерная радость то есть скорее всего ярославу такие позиции противны он очень творческий шахматист и против сергея он пошел вас 6 и всю партию мучился здесь у него уже чуть-чуть похуже и не устоялся но он решил пойти более сложная на более сложную игру и был видимо прав то есть поначалу я как бы действую грамм аж 3 ну первая линия рокировка но аж 3 вот этот ход логичный новинка логичная слона равно нам надо обязательно беречь то есть чтобы при случае он мог на 2 спрятаться словно же 5 у нас сильный отдаем его только в крайнем случае и после рокировки уже следующим ходом подавляющей большинстве линий движок рекомендует играть аж поля 6 а3 кольце 7 рокировка дальше на удивление я играл мы оба играли логично то есть движок одобряет считается это первыми линиями ход конец 5 тоже считает что черные должны провести и всеми в 5 иначе им будет плохо но здесь некоторое время потратил на то чтобы понять что f5 давать не надо и сыграл же 4 это только первая линия и убил их здесь очень большой перевес на удивление дальше снова вот по первой линии лучше 3 обязательно надо подкрепить коня е5 а вот здесь я начал ошибаться чуть-чуть движок считает сильнейшим ход слон b5 видимо прицеливаясь к пешке d5 до что после дц там ну и пункту д7 на второе место у меня выводит вот он е2 с целью укрепить королевский фланг вот вторая линия мне нравится намного больше в случае c4 слон выскочит на f3 перейдет на ж2 и мы покатимся дальше пешкой где-то мне не хотелось получать структуру cd и d но конечно здесь белые фигуры в этой структуре расположены намного лучше черный еще странный ход опять сделали ослаблен на поле b5 думаю что движок прав и вот h5 который выход dc который я сделал не самый лучший я считал разные варианты считал что сильнейший ход ферзь бьется 5 и не помню по моему я собирался играть как-то типа конь b5 и потом f4 но может быть и нет да у меня была еще мысль ферзя поближе к королю отправить на d4 всегда есть коня 4 у нас ход и там поле башни черным надо сторожить рекомендуемой движком конь d7 можно скромно уйти на f3 ясно что ход слон бьет c3 это игра на проигрыш они даже не на уравнение ну и после коли в 6 слон е5 движок рисует плюс равно вот это да мне нравится ухода ферзь е2 смысл хода ферзь е2 проясняется вот в этом варианте конь g5 и конь е4 то есть мы ушли ферзь е2 и сейчас просто идем на такую позицию всего поровну но у черных слабость на б7 слабость на е4 белые владеют единственной открытой линией и вот эта позиция очень неприятная для черных при этом король белых в полнейшей безопасности если черные начнут его дергать ходом f5 так это приведет к тому что скорее всего сами получат мат по обжорному ряду вот ерик сыграл h5 ход намного хуже и здесь я устал считать здесь напрашивается у меня сгорелись глаза поначалу я увидел конь бьет g6 и слон d6 я так не сыграл то есть я глаза в разбежку счет но движок считает что зря в этой позиции конечно я хотел взять слон бьет g6 это же движок говорит что это выиграно потому что просто конь g5 можно просто взять на и 8 и пойти король же 2 и наши точным ходом слоны 5 прикрыть ну в общем нейтрализовать угрозы по белым полям вот ну не уверен что я бы смог найти все это одно самое важное что меня вот очень беспокоил ход d4 d4 ед и конь g5 и я в упор не видел идеи поставить ладью на d3 где она все защищает поэтому окно на удивление после ферзь d8 практически выигрывает ход f4 отняли поле g5 у коня наши взяли на g6 и мы видим что ученых ни одной фигуры вот в игре не участвует белые как будто но оттяпали у них так примерно три четверти доски и слон на д6 слон на g6 очевидно что здесь очень большой перевес убил заманчиво смотрелось и слон бьет g6 но здесь движок пишет что вот это я досчитал до этого момента уже 5 конь е8 и оценил что позиция не ясно черных при случае могут ожить слоны белые поля в лагере белых прослаблены король подозрительный и даже отъем пешки d5 ясности не вносит движок дает примерно такую линию и смеется говорит что везде ничья но сами понимаете что я страшно я до такой позиции досчитать не мог а если бы она случилась партии вряд ли бы я считал что здесь роганство или бы оценивал что я выигрываю или считал бы что сейчас заматуют моего короля вот сильнейшим является жаж но здесь мне страшно не понравилось что после коняш 5 конь d5 ферзь и 5 важный код слон на g3 подвисает надо ходить аж 4 ферзь d8 ну мне в голову не могло прийти что именно в этой редакции висит слон на g3 висит коль на d5 слон бьет 6 практически выигрывает варианты можете сами посмотреть там коль d5 готов на b6 отпрыгнуть и съесть на 8 то есть одна из основных день на f7 черных тоже висит ну слон бьет 6 честное слово не видел бросил на пол хода раньше расчет вариантов чем требовалось одно сделал ход по второй линии слон е2 очень крепкий ход такой стариковский укрепиться чтоб нас не замочили и партия чуть было не пошла под откос ферзь бьет c5 gh я считал что плохо конь бьет g5 из-за аж и грозит просто слон f4 согнали коня и взяли на f7 удалось сосчитать и такую линию значит d4 тоже принципиальная линия аж ну и движок говорит что это совершенно выигранно у белок что вот здесь я правильно оборвал расчет вариантов что что-нибудь да найдется две пешки за качество у черных в игре один ферзь голый король всегда на f7 заберу и движок нашел после конь б5 ферзь е4 белые просто остаются с лишним материалом слон идет на c4 ну или ладья c8 конь c7 напали на ферзя и так что слон готов выскочить на c4 думаю что если бы ярослав сыграл d4 примерно так бы партия и закончилась но сделал ход же аж которого я вообще не рассматривал мне казалось что это полная чушь как-то черные должны же меня матовать ради этого все было сделано так только ослаблено поле f5 и я поднял наконец-то сильный ход конь f3 прикрыл поле d4 нет хода d4 нет пока что конь е4 из-за ладья бьет d5 и на ладья d8 я вдруг взял и забыл что ключевая идея у меня была дать мат по линии же после кода же аж то есть сразу выигрывала король h2 я пошел ферзь b3 выигрывала как король h2 так и король h1 король h1 мне нравится больше тоже король h1 и после d4 е.д. разменялись ну и у черных не не заходит ни одна фигура ферзь d2 грозит ферзь а6 слон c8 связано все связано то есть здесь а у белых ладья надо 8 защищеной карте просто нечем ходить вместо этого я сделал я начал грубо ошибаться не грубо но так ферзь b3 первая ошибка выпустили львиную долю перевеса но я считал что черные должны играть d4 и ну если коль бьет d4 то вот эта позиция совершенно не ясно но поэтому надо бить е.д. я насчитал такую линию ферзь f5 то есть бить на d4 колета конечно черные проигрывают опять же ладья зашла на d8 и здесь надежная ферзь b5 с оценочкой примерно плюс 6 в пользу белых но ферзь f5 я тоже видел обнаружил ход ладья е1 и понял что взятие на h3 не опасно там никаких угроз нет а после кони f4 белые цепляются к пешке f7 и наверное стоят лучше хотя конечно белый король раскрыты мне кажется что я рик мог и здесь попытает свои шансы значит но он сыграл с не он сыграл колье 4 я тут не сильнее он сыграл интересней и я тут же ошибся то есть на колье 4 конечно гордость белых гордость позиции белых это слон же 3 и срочно надо было играть слонов 4 а а у меня ноги после конца 3 bc ладья d6 и не ставить маг по линии g то есть эта позиция у белых с отличными шансами на победу черный очень плохой король и фигуры белых для игры на королевском фланге расположены намного более удачно я ушел коня 4 зевнув что после ферзь е7 я изначально хотел пойти здесь слон h4 хорошо что не сыграл после конь g5 черные перехватили инициативу угрожает взятие на f3 а если белая конь на g5 разменяет то будет угрожать конь бьет h3 и слон h4 какой-то потерянный становится тут у белых плохо повезло что есть вот ладья бьет d5 и повезло что в этой позиции ярик посчитал чуть лучше чем я то есть он посчитал ему не понравилась первая линия компа ладья а первую линию не он и я не видели в этой позиции значит я считал ход конь c7 и если ферзь бьет h5 то ферзь бьет е3 ладья f2 слон е6 у черных великолепная компенсация но я считал что здесь еще подумаю может после конь c7 еще ходы найдутся ярик видел что ферзь и 5 и после ферзь и 5 конь g5 слон c8 не может войти в игру то есть на слон поле f5 нет на e6 его съедят угрожает вилка конь b6 а после слона 6 h4 у белых будет хоть и сдвоенная но лишняя пешка плюс пешка на h5 слабенькая в общем и шансы на победу у белых есть между плюс равно и плюс минус столбик оценочка вот ну фантастический компьютерный ход слон d7 я не буду приводить дальше варианты по мнению компа игра равна на ферзь бьет b7 по моему ферзь е8 что ли и белые рискуют где-то потерять ферзя в общем что-то а ну например конь b6 да слон c6 но такие ходы как ферзь по 7 ферзь е8 это конечно очень непросто поднять то есть найти там можно понять что здесь все все великолепно у черных не так просто вот ну и в общем я не взял на g3 это было решающие ошибки то есть после слон d7 позиция черных уже проигранная я наконец-то сберег слона я был очень доволен но вот здесь я река ошибся еще раз позиция хоть и проигранная но стоило закрыться слону после ладья бьет h5 слон h4 белые обязаны пить конь бьет h4 потому что взятие ладьей попадает под все тоже конь g5 и вместо слона на h4 ладья начинает себя как-то неуютно чувствовать но после коня h4 конь g5 от белых требуется найти единственный ход конь c3 ну и вот эта позиция у белых с лишней пешкой и по мнению компа я должен реализовать такую пешку у меня уверенности конечно нет вот что я бы реализовал ну а может и реализовал бы но после кони в 6 все закончилось совсем просто я напал на слона на ладью грозит ладья бьет д7 грозит конь бьет а8 если слон c6 то ладья f5 и у черных все настолько перевязаны и все висит на и 4 висит на 8 висит что партия быстро заканчивается я посчитал и прыжок конь f4 обнаружив сильный ход но можно ладья е1 но слон бьет f6 мне нравится больше белая забирают потом слона на д7 это же все заканчивается а после а4 тут времени уже у обоих оставалось мало у ерика примерно минута у меня наверное минут пять может три вот ком говорит что проще всего выиграть ходом ферзь c2 и взять на h5 вот но мне больше понравилось мое решение я взял на д7 на б будет ладья бьет е7 если взять на д7 ладьёй то последует вилка ферзь b5 и я собирался переходить в технический эншпиль у белых преимущество двух слонов в открытой позиции лишняя пешка плюс на h5 висит и шансы на победу ну я считал что здесь я должен реализовать если бьют ферзём на д7 то после конь д7 а б у нас две фигуры за ладью я рек взял коню и после ферзь b5 ну конечно коня в 6 ему стоило пойти хотя радости вот никакой играть такую позицию ни одного ни одного активного хода не видно все фигуры связаны пешки нету белок преимущество двух слонов плюс h5 и все бассейны а4 все пешки черных слабы он сыграл слоны в х6 зевнув еще и конь d5 ну и после ферзи в 8 висит ладья у белых две фигуры за ладью здесь произошел забавный эпизод я взял на h5 но ферзя поставил на g5 то есть убрал пешку с доски переключил часы смотрю а ферста у меня на g5 стоит ну я рекомендую улыбнулся не стал ничего спрашивать у судей как надо действовать понял что ферз рубить пешку мог только на поле h5 пошел конь g7 и после ферзь 6 стался угрожает конь g5 и ферзь и мак ну в общем не дотянул руку до пешки а в 5 конечно усталость уже накопилось но всем кто смотрит всем кто болеет поддерживает вам огромное спасибо я эту поддержку ощущаю и вы видите хоть и периодически делаю не лучшие ходы игра более-менее сказать что не идет нельзя всем огромное спасибо до завтра